Приветствую вас! От пищевой зависимости, конечно же, можно избавиться, только несколько тревожно, на мой взгляд, выглядит тот факт, что вы пишете, что у вас не болезнь. То есть, я к тому, что вы не можете знать, болеет ли у вас это или нет. То есть, вы не можете сами себе поставить диагноз по тому, что вы написали, именно только потому, что вы написали. Я могу сделать вывод о том, что у вас может быть булимия. Но объективно, конечно же, такой диагноз, как булимия, может ставиться только врачом, психотерапевтом и никак иначе. То есть, по-другому быть не может. Если у вас действительно имеет место быть булимия, то с этим нужно работать. Именно с врачом, психотерапевтом, да. Вот. Дальше. Дальше ситуация такова. Что вы говорите, что теряете расширик, если я правильно вас понял, да, при виде еды. И у вас есть потребность набить желудок. Но я полагаю, что естественным будет мой вопрос к вам о том, зачем вам набивать желудок. То есть, вы хотите набить желудок, чтобы что? Вы хотите набить желудок для чего? Понимаете? Какую цель вы преследуете, пытаясь набить желудок? Какая у вас есть потребность, которую вы реализуете через набивание желудка? Опять же. Вот именно потребность ваша, так как она есть, такая какая она есть, нуждается в том, чтобы ее постараться понять. Именно ваша потребность, такая как она есть, нуждается в том, чтобы с ней разобраться. И вот пока вы свою потребность не осознаете, пока вы свою потребность не понимаете, пока у вас нет понимания для чего, зачем, зачем вы так много едите. Почему вы не знаете меры? Почему вы не можете остановиться, когда это нужно, например, да? Вот до этих пор, я полагаю, что проблема она у вас будет, ну вот, такого рода. Потому что есть определенная потребность у вас, есть определенные желания у вас, а вы их, по сути дела, не удовлетворяете никаким образом. И еда заменяет вам другие потребности, которые вы не можете удовлетворить. Что это за бодренности, конечно, надо разбираться. В частности, например, анализируя вашу жизнь, семейную жизнь, вашу мотивацию, допустим. Ну, я имею в виду мотивацию именно что-то делать, мотивацию именно чем-то заниматься, мотивацию именно как-то реализовываться. Да, вот я про эту мотивацию говорю. И это тоже имеет очень большое значение для вас. Чем лучше вы понимаете свою мотивацию, тем лучше вы понимаете, чего вы хотите, что вам нужно и так далее. Чем увереннее можно говорить о том, что заменяет вам еда, что заменяет вам вот то, что вы злоупотребляете, скажем так, пищей. То есть, вот этот вот момент, на мой взгляд, обязателен к разбору. На мой взгляд, он обязателен к разбору. Вот. Далее. Значит, психологическое объяснение, которое вы спрашиваете, это неудовлетворенность своей жизни. Возможно, отсутствие чувства безопасности, так если у вас нет ощущения, что вы в безопасности, это у вас нет ощущения, например, защищенности. Если вы не чувствуете, например, стабильности в своей жизни или во взаимодействии с другими, например, со своим мужчиной, со своим мужем, допустим. Вот. Если вы не чувствуете этой защищенности, то вот вам прямое объяснение того, как раз таки, почему вы бесконтрольно потребляете пищу. Объяснение здесь самое прямое, именно в данном случае, самое прямое объяснение. Другое дело, что корень этого нужно искать, потому что не факт, что именно в защищенности дело. Может быть, в чем-то еще. Вы говорите, например, вот что за последние два года я набрала 25 кг. А как было, соответственно, до этого? Как вы себя чувствовали? Как вы себя позиционировали, да? Все ли было у вас хорошо до этого? Было ли у вас все хорошо до этого и что случилось потом? Что изменилось именно в вашей жизни? Что поменялось? Стало ли что-то по-другому у вас? Изменилось ли что-то, да? И так далее. То есть вот это вот то, что нужно анализировать. Объективно, если это не анализировать, то и понять, что с вами происходит, будет нельзя. Потому что, ну, я надеюсь, вы понимаете, да? Если есть, нужно понять причину. Причину, по которой у вас вот эта ситуация произошла. Далее, вы говорите о психологических упражнениях. Психологические упражнения, они работают только в том случае, только тогда, когда есть вот понимание. Есть понимание того, что с вами происходит. Пока мы даже не знаем причину. Причины того, что с вами. Причины того, почему это произошло с вами. И пока мы этих причин не знаем, то и об упражнения говорить не имеет смысла. То есть, может быть, может быть, у вас болит, да, все-таки болит, там, булимия, например, да, может быть, что-то и все. Тогда, конечно, требуется вмешательство именно врача, психотерапевта, да, в таком случае. Вполне возможно, что ситуация, там, другая, и, может быть, у вас совсем иные причины для этого. И тогда уже в другом направлении будем двигаться. Ну, тогда надо бы сделать анализ вашего жизненного пути, анализ ваших жизненных обстоятельств хотя бы за последние два года. Или лучше не за два года, а лучше за несколько, то есть за три или четыре года, вот лучше. Лучше именно за три или за четыре года, чтобы иметь более полное представление о том, что с вами произошло. И тогда уже можно будет делать выводы какие-то, исходя именно из того, какую информацию вы предоставите нам для анализа. Я думаю, что вот именно так можно ответить вам на вопрос. Как правило, пищевая зависимость всегда, всегда обусловлена теми или иными вещами, теми или иными проблемами в жизни человека. Вот. Но разобрать их, эти проблемы, решить эти проблемы, ну, вполне себе можно. Главное, чтобы у вас было желание, чтобы вы хотели этим заниматься и тогда все будет в порядке. Это работает. Поэтому вот так вот просто дать вам какой-то набор упражнений и сказать, что все, вы сразу перестанете испытывать пищевую. зависимость было бы, мягко говоря, опрометчиво. Я думаю, что нужно разбираться. Единственное, единственное, мне думается, что у вас проблемы с вниманием. То есть вот именно неумение, неумение свое внимание распределять правильно, да. То есть вы позволяете, например, еде себя как-то вот отвлечь. Соответственно, внимание – это концентрация внимания, да. Упражнение такое. Берете листок бумаги и пытаетесь на нем концентрироваться в течение, там, хотя бы, трех секунд, трех секунд. Вот. Три-четыре секунды удержали, значит, свое внимание на листке бумаги, да. Уже хорошо. Прогресс есть, значит, можно будет дальше и так далее. Вот это позволит вам не отвлекаться от тех, от тех соблазняющих вас факторов, от тех соблазняющих вас обстоятельств, которые имеют место быть. То есть делать так, чтобы их не было. Вот. Значит, еще не менее важный момент включается в том, чтобы вы постарались для себя подумать на тему того, вот когда вы хотите есть, когда вам уже тяжело писать, для чего вы едите, вы едите что бы что. Вот. Попробуйте тоже на эту тему подумать. Обязательно. Попробуйте прям ответить себе на вопрос. Я ем для чего? Когда я наем, я ем для чего? Почему я теряю засудок? Что там со мной произошло? Может быть, вы нервничаете, да. У вас нервные переживания какие-то идут и так далее. Вот. Ну, надо обследовать ваши мысли и уже опираясь именно на эти самые мысли, опираясь на них, можно говорить как раз таки о том, чтобы вам помочь. А пока нет никакой информации именно субъективной. То есть субъективная информация о вас есть, а вот объективной информации нет. И вот это плохо, и это то, чего не хватает. И с этим нужно работать. С этим нужно разбираться, если у вас есть желание, если у вас есть возможности, время там, средства и так далее. Вот. В этом случае я думаю, что вы можете выбрать эксперта на нашем ресурсе и проработать с ним кардинально свою проблему. При пищевых заболеваниях, при пищевых зависимостях и заболеваниях обычно рекомендуется психотерапевт. Потому что, возможно, возможно потребуется медицинское вмешательство, но это уже опять же это по решению врача. То есть вот, если врач решит, если вас психотерапевт направит на очный прием к врачу, то еще не факт, что вас туда направят на очный прием. Но, тем не менее, тем не менее, тем не менее, тем не менее, подобную возможность, как мне представляется, нельзя исключать. То есть, перейдите к вопросу, к вопросу вашей проблематики. Вы не хотите, чтобы вам это вредило как-то, да, вы не хотите, чтобы вам это начало как-то, да, и так далее. Не хотите. Соответственно, мне необходимо прикладывать усилия для этого. Я понимаю, что усилия, может быть, прикладывать вам не хочется, или вы считаете это несерьезной проблемой. Вот. Но, тем не менее, тем не менее. Решать этот вопрос в любом случае уже вам. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Будем благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok